друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семья колесниковых мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал случку на него я обязательно закреплю в комментариях ну а также своих хороших и добрых зрителей я хочу поблагодарить за ваши лайки за ваши подписки за ваши хорошие веселые смешные интересные комментарии ну что мои хорошие как правило мои обзоры выходят сразу же в этот же день по горячим следам да в том числе на семейство колесниковых но вы знаете вот вчера я собственно собиралась я уже вышла в прямой эфир с роликом на уралочку посидела в чате с ребятами пообщалась и вот уже собиралась идти как говорится делать обзор записывать обзор на колес которые как всегда выходят поздно со своими роликами но некие обстоятельства друзья мои мне помешали это сделать вчера поэтому собственно сегодня с вами будем общаться на да по поводу вчерашнего ролика семейства колесниковых ролику колес под названием проходили врачей батареи почти теплые ну тут почти теплые да алёшка кстати в ролике это в названии почти теплые алёшка в ролике нас уверял с вами о том что батареи уже прям горячие горяченные друзья мои ну что светик нам второй день подряд видимо решила что у нас амнезия да тут помним здесь не помним второй день подряд демонстрирует нам плиту а также демонстрирует нам котлетки которые она запекала в духовке да в этот момент друзья мои как только светик схватила камеру и начала все это дело демонстрировать так скажем пилить свой контент делать как говорится деньги да на ютубе в этот момент кто-то начал за кадром икать тут же врубил и врубили радио дети орут дети шумят дети галдят дети стучат столовыми приборами в общем все все всегда как всегда все как я всегда говорю по фэншую друзья мои ну что касается котлеток и это я об этом я сказала еще и вот когда у них был предпоследний да вот этот вот влог когда светка нам их продемонстрировала котлеты выглядят ужасно они выглядят абсолютно запеченными и вообще выглядят какие-то даже не то что вареные как там писали они вообще выглядят так словно они сырые либо они сырые либо их кто-то уже извините пожевал собственно и вот выплюнул а вот все что получилось они выглядели ужасно я не знаю неужели светка не видит что но выглядит ужасно и и котлет но для светочки это наверное все равно как всегда шедевр кулинарии друзья мои это все очень красиво и конечно же как светочка говорит укусненько да усыточки все укусненько всегда даже когда она еще не успела попробовать все равно светик всегда говорит а у нас укусненько все ну ладно далее сидят трое как знаете как на вокзале да сидит светка на кушетке да у курского вокзала обхватила ефремку того всего разодели значит все утеплили его по полной программе дарина тоже сидит значит тоже тут же это все всем холодно ну а светик нам рассказывает просто знаете очень душесчипательную историю она говорит я сегодня сама ездила в поликлинику свет я не знаю что надо сделать то что ты сама в сорок с лишним лет поехала в поликлинику со своим ребенком свет ну тебе надо как минимум медаль на грудь конечно же повесить да и грамоту непременно грамоту выдать свет и за особые заслуги перед отечеством свет ну ты просто героиня просто героиня да которая дома сидит и сама сама друзья мои без поводыря отправилась в поликлинику со своим же ребенком ну согласитесь героиня да но не каждый так сможет да далее далее говорит надо будет еще ехать там надо будет там анализы сдавать там туда все и так далее значит в этот момент я смотрю на ефремку не знаете ребят честно его очень жалко весь закутанный весь укутанный понятно что ребенку холодно да ну а дарина как всегда как знаете как это как ненормальная тут же начинает кривляться по полной программе то язык высовывает то что-то там показывает то туда то сюда светка смеется вроде как делает ей замечание но вы знаете как можно делать замечание говорить что это некрасиво и тут же сама за самой да ржать над этим то есть понятное дело что замечание эти как говорится дарине по боку абсолютно мне понравился там комментарий как раз таки под этим роликом да у колесниковых было написано следующее сводите дарину в зоопарк к обезьянам пусть она перед ними там покривляется они будут наравне вот вот я друзья мои согласна полностью с этим комментатором который на канале семейства колесниковых написал подобное да я считаю что дарине там с макаками с обезьянами будет вот прям самое то в этой клетке в общем да далее далее светка говорит ой я вот уходила когда в поликлинику я говорит детям сказала делайте что хотите да делайте что хотите хотите пэре делайте а хотите просто картошку ну говорит и настя значит потолкла картошку да да говорит нормально сделала настя нормально и тут по моему голоса виталина я так и не поняла вроде виталина это сказала но не суть важно кто это сказал ну короче то что они друг друга вот сдают с потрохами постоянно то есть между детьми нет никаких нормальных вообще братских и сестринских хороших дружелюбных отношений а виталина сказала что мол настя сделала типа не очень хорошо там вот попадались кусочки то есть типа не очень хорошо значит потолкла вот эту вот пюрешку ну светка посмеялась сказала ну ладно и так нормально там если бы для ефремки я бы взбивала и так далее а я вы знаете вот что хочу сказать по этому поводу светка говорит я уходила в поликлинику и сказала можете делать что хотите хотите пюрешку делайте хотите значит просто отварите картошки а его знаете сижу и думаю а чем занимается эта мамаша свет ты нам тут рассказывала о том что ты чем только не занимаешься у тебя столько дел столько дел свет чем можно заниматься когда ты элементарно даже пожрать своим детям приготовить не в состоянии это твоя обязанность это не обязанность детей готовить еду это твоя обязанность и так там сидишь на заднице ровно 24 на 7 уже на протяжении многих лет вообще ничего не делаешь твоя самая главная первая основная обязанность это как раз таки как матери да готовить еду своим детям но это вообще самое уже самое необходимое да как говорится а ты даже не в состоянии приготовить да зная что ты есть ты знаешь заранее что ты пойдешь там в поликлинику куда угодно да собственно тебя не будет какое-то количество времени значит ты должна была заранее приготовить гарнир приготовить там еще что-то основное блюдо и так далее понимая прекрасно что детям должно быть что поесть не ребят даже близко об этом не думает светке некогда но зато друзья мои вы знаете вот как пожрать приготовить своим детям светка очень часто не успевает перекладывает это на плечи своих детей а как вот знаете а найти часок другой для творчества светик всегда время найдет да ну либо ходить бродить по квартире с камерой залюхой и любоваться люстры сейчас мы к этому моменту друзья мои еще перейдем да далее далее чушь она там сказал это а про ефремку говорит о я не знаю не знаю чего у ефремки вот щечки красные да что то вот у него щечки красные свет очень странно что ты как мать у которой семеро детей вообще ничего не знаешь и ничего не понимаешь у ребенка элементарно может быть идиотез ну так опять же на минуточку да в принципе может быть может быть да но светку я смотрю вообще проблемы да в том числе и связанные со здоровьем своих детей очень сильно вернее мало волнует далее значит что там было стали топить хорошо лёшка озвучивает значит светка снимает лёшку ой говорит вот лёшик тут занят делом но понятное дело и светка тут с камерой бегает только светка у нас делом не занята могла бы кстати в этот момент отдать камеру кому-нибудь другому та же виталина бы справилась бы без проблем с камерой да дарине не надо вот виталина могла бы справиться там да или никите бы отдала бы камеру и пошла бы готовить еду или заниматься ребенком в общем ладно стали горит топить хорошо лёшка рассказывает говорит батареи прям горячие у одной значит название ролика чуть теплые батареи да у этого значит батареи уже прям горячие горячины но при всем при этом дети сидят друзья мои укутанные мы видели прекрасно когда у них было тепло то дети были одеты очень и очень легко да то есть светки в названии батареи почти теплые а лёшка сказал прям горячие прям горячины оно и заметно далее светка некогда некогда вот и мы все говорим да света 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 иди там приготовь поесть иди детьми займись иди вот у тебя там ребенок плачет и так далее светику некогда друзья мои некогда следить за детьми у нее ефремка плачет а светка стоит себе с этой камерой знаете и снимает папу лёшу и рассуждают друзья мои на тему люстры так светка знаете как зачарованная стоит смотрит на эту люстру и взгляда оторвать не может да прям вообще какой ей там ефремка ребенок плачет другая бы уже сорвалась бы поставила бы камеру да там запись на стоп понеслась бы посмотреть да что случилось да мало ли чего да маленький да тем более проблемы со здоровьем не ой ты даже ни один мускул нигде не дрогнул ничегошеньки ничего это ребята это нечто я смотрю на комнату на комнату девчонок там вы знаете сказать что это как в казарме нет в казарме по крайней мере есть порядок да там в казарме спартанские условия но в казарме порядок каждая вещь на своем месте это все прекрасно понимают да все тютелька в тютельку и так далее а это какой-то знаете бомжатский уголок вот эта комната девчонок да там уже кроме девчонок не только девчонки да они только четверо девчонок но еще и ефремку туда уже засунули там ребята куртки висят прямо на этой двухъярусной кровати а пока говорит куртки повесить некуда как интересно представляете да а нельзя их сложить куда нибудь в другое место но не в комнату не в спальню верхнюю одежду там да где они тут же находятся но это же не нормальная ситуация но это вообще ребят я вот смотрю но вообще башкой не соображает вот эти что у них было засрано все в есентуках что в субботина было все засрано завалено кучей там белья всякими вот этими а значит да всем на свете баулами мешками тюками и так далее здесь та же самая картина здесь вообще ребята вообще засрут все моментом потому что ну все-таки там был дом значительно больше а здесь у них 70 квадратов настя лежит светка же про нее сказала в предыдущем ролике да да настя уже стало легче ага настя сидела бледная белая да вообще белая прибелая бледная а причем кашлял ребенок очень плохо да и настя лежит опять там завернулась видимо ее скорее всего возможно опять знобит может быть плохо себя чувствует может быть конечно же усталость но светка ноль эмоций даже даже ничего про настю не сказала вообще а помимо того что настя больная еще значит и картошкой занималась да вместо того чтобы отдыхать ну и тут же я смотрю на постели вы знаете постели что у родителей не заправлены что у детей вот эти вот все вот мне всегда было страшно смотреть на их постельное белье вы знаете она она всегда выглядела так словно это кровати вот в каком-то знаете бомжатском притоне да вот притон где вот такой знаете вот прям вот конкретный притон, да, где вот ничего, не белье не меняется, ничего, где никто не переживает в плане, там, гигиены за все остальное, да, это ужас какой-то, я вот когда смотрю на вот эти незаправленные постели в семействе Колесниковых, у меня это всегда вызывает исключительно только, ребят, вот, ну, честно, вот, неприятно, неприятно вообще становится, как-то неприятно, настолько они показывают в очередной раз, насколько они все-таки, знаете, нечистоплотно, им на все плевать, то есть у родителей постель не заправлена, да, у детей там тоже в этой же одежде приходят, да, ходили на улице ниже, садятся на эти постели, фу, вот честно, ну, брезгливо, вот даже брезгливо на это смотреть, я не представляю, как они, а они к этому привыкли, для них это в порядке вещей, что для родителей, что для детей, срач, ребят, там конкретный, ну, а Светка такая молодец и говорит Анжелке, Анжелка говорит, да, да, говорит, что это, говорит, Ефремке, говорит, сегодня не нравится, наверное, говорит, то, что у меня косичек нет и говорит, меня не за что хватать, на что Светка говорит Анжелке, ой, Анжела, наверное, Ефремка тебя просто не узнал с такой прической, да, иначе типа чего он кричит, ну, да, действительно, чего Ефремка может кричать, да, показали его поближе, у него действительно прям вот такие, как диатезные щечки, такой весь розовенький, да, стал, может, у него может что-то беспокоить, да, опять же, естественно, может быть, все что угодно, Светке не понять, да, Светка считает, видимо, что маленький ребенок должен лежать и всегда молчать, и все, и не доставлять какие бы то ни было неудобства, но когда она сказала Анжела, наверное, тебя Ефремко не узнал, да, ты знаешь, Свет, мне кажется, что вот, скорее всего, он тебя не узнает, потому что, как ни посмотришь, Ефремко постоянно на руках у девчонок, у Виталины, у Анжелы, у Насти, да, просто Настя сейчас болеет, и до этого Настя тоже с ним постоянно торчала, так вот, сестер-то как раз-таки он узнает, потому что они с ним проводят намного больше времени, нежели ты, родная мамаша, которой тебе этот ребенок вообще сто лет нафиг не нужен. Ребятки, вот такой у меня получился обзор, пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии, всех целую, обнимаю, всем пока-пока, и, конечно же, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok